Кандидата на этот пост? По программе действий, конечно, первое это поддерживать в том же режиме и ту школу, которая на сегодняшний день существует. Создана огромная база в медицинском университете. Это историческая история. Мы никуда, конечно, помним 1909 год, год его создания. Вся медицинская деятельность, образовательная деятельность. Университет огромную работу проделал за предыдущие годы и продолжает динамично развиваться. Но время диктует свои, конечно, направления. И нужно развивать и медицинскую деятельность, нужно развивать и образовательную деятельность. Мы прекрасно понимаем задачи, перед которой перед нами стоят эти коллективы и научные коллективы, кадровые потенциалы нашего университета. Ну и, конечно, конкурентоспособность, в первую очередь, которая в сегодняшний день немаловажная. И на территории России все-таки надо думать о международном престиже, выходить в рейтинги международные. Для этого нужна огромная глобальная задача, и перед нами стоит большой план работы, который мы, в принципе, уже приблизительно в своей программе озвучивал, как кандидата в ректоры. И с коллективом в дальнейшем будем его решать. А если говорить о каких-то конкретных проблемах, которые вы в первую очередь собираетесь решить, может быть, какие-то практические шаги предпринять? Ну, первое, я бы ее, наверное, не то что проблемой, а то, что бы хотел развивать, это поддержка и работа с молодежью. Потому что старшее поколение, конечно, у нас есть, оно заслуженное, оно делится своей школой. Но молодежь надо растить, я имею в виду и научно-педагогический состав, и врачей готовить. Открывать новые специальности, новые направления подготовки, возможно, новые факультеты. И работать именно в этом направлении, что у нас была параллельная работа и с образовательной частью, и с медицинской. Чтобы была так называемая коллаборация медицинской образовательной. Все-таки мы в УССР, и перед нами стоит задача не только образовательной, подчеркну, но и медицинской. Если это дело все вместе сообща, то, я думаю, у нас и должно получиться. По научной работе, конечно, стоят большие перспективы для входа в международные рейтинги. Нам это просто необходимо. Это новые разработки, внедрение новых технологий. Это партнерство с организациями государственными, частными. И, конечно, консорциумы с другими университетами. На сегодняшний день УСС уже вошел в консорцию университетов медицинских. И вот это направление тоже развила. И цифровизация – одно из направлений этого консорства, в направлении которого мы сейчас будем двигаться. Продолжение следует...